Меня зовут Мария Филь. Я социолог, политолог, социальный психолог, основатель собственного бизнеса и автор ряда книг. Сегодня я хочу представить вам свою книгу «Социальные сети. Новые технологии управления миром». Большинство скажет, наверное, «А, социальные сети, да я все про них знаю, пользуюсь каждый день. Зачем мне про это читать? Я и так профи». Это опасное заблуждение. У большинства из нас есть иллюзия, что мы можем чем-то управлять в виртуальном пространстве. Там мы кажемся самим себе намного более сильными, успешными, красивыми, чем в реальной жизни. Иллюзия власти. «Хочу удалю из друзей? Хочу добавлю. Хочу поставлю лайк? Хочу не поставлю». С помощью социальных сетей культивируется миф о свободе выбора. Но в социальных сетях, как в супермаркете, нас всегда ведут к покупке определенного продукта, стимулируя нашу психоэмоциональную сферу, работая с нашими самыми заветными иллюзиями, мечтами и желаниями. Это очень хорошо видно на примере стимуляции с заинтересованными силами развития различных политических движений с помощью этого инструмента. Все слышали об арабской весне или о Майдане на Украине, когда внешне стабильные политические режимы превратились в прах. Однако активность пользователей социальных сетей в этих процессах играет роль прикрытия, создания видимости, легитимности комплексных действий спецслужб, иностранных государств по разрушению неугодных режимов. В книге, которую я представляю, дается подробный анализ этих процессов. В связи с этим сейчас раздаются голоса, что доступ в социальные сети нужно ограничить, чуть ли не запретить их вообще. На мой взгляд, это не только неправильно, так как любой запрет стимулирует интерес к предмету, но и неэффективно. Научно-технологический прогресс идет вперед. Бороться с этим бессмысленно. Это равносильно, что сейчас пытаться отменить автомобили и пересадить всех обратно на конный транспорт. Лошадки, конечно, это очень мило, но вот кто на это согласится? Вообще, я всегда пишу книги для тех, кто не хочет плыть по течению, для тех, кто хочет быть охотником, а не жертвой обстоятельств. Для этого надо не вестись на эмоции и те инструменты, которые их стимулируют, а потреблять намного больше фактологической информации и уделять достаточно времени ее анализам. По-другому никак. По мнению некоторых, материал в книге представлен непростой. Это действительно нелегкое чтиво, но ничего чрезмерно сложного в нем нет. Я вспоминаю себя в студенческие годы и помню, как мне тогда не нравилась любая теория. Не хотелось читать труды древних мудрецов. Хотелось как можно больше практики. Однако со временем я поняла, что эффективная практика без глубоких знаний того, что в философии называют изначальными основаниями, невозможно. Изначальное основание — это история зарождения и развития всех явлений и вещей этого мира. Как известно, ничего ниоткуда не берется и ничто никуда не девается. Поэтому, только проследив условия возникновения любой инновации, можно понять, как с ней взаимодействовать, чтобы от этого была только польза и никакого вреда. Для вас лично. Социальные сети, как самостоятельный игрок общественных процессов, возникли для компенсации потребности большинства членов современных развитых обществ в самоактуализации. Раньше она была доступна лишь немногим членам элитных групп. Это термин Абрахама Маслова, знаменитого американского психолога XX века. Говоря простым языком, суть термина самоактуализация сводится к осознанию и личности смыслу жизни, своей миссии. Если реального смысла найти не получается, его место занимает то, что его симулирует. Как чучело в музее вместо живого зверька? Здесь может возникнуть много вопросов. Что значит реальный смысл? Кто занимается расстановкой чучело? Как сохранить здравый смысл и не стать жертвой рекламы? В общем, читайте книгу и узнаете мое мнение по этим и другим вопросам. Надеюсь, что вам будет интересно.